Здравствуйте! Мы продолжаем с вами рассматривать многообразие органического мира. В настоящее время обнаружено и описано приблизительно 500 тысяч растений, более полутора миллиона видов животных, сотни тысяч грибов, более трех тысяч бактерий и одной тысячи вирусов. Мы рассмотрим категории систематики растений и животных. Некоторые виды можно определить по цветным рисункам. Например, наиболее ярко окрашены такие виды бабочек, как парусники, представителями которых являются махаон и аполлон. Но по рисункам не всегда можно точно определить вид растения или животного. Для того, чтобы узнать, к какому именно виду относится интересующий вас объект, необходимо научиться пользоваться специальными определителями. Сейчас существует огромнейшее количество иллюстрированных определителей и атласов определителей, в которых вы можете определить тот или иной вид растения или животного. Самым простым методом считается дихотомический ключ. Напомню, что впервые дихотомический ключ был предложен Жан-Батист Ламарков и используется до сих пор. Ребята, запишите тему урока «Дихотомический метод использования дихотомических ключей». Цель урока – использовать простые дихотомические ключи к определенным организмам. Сегодня вы узнаете понятие «Дихотомический ключ» и составляющие дихотомического ключа «Теза» и «Антитеза». Сегодня на уроке вы научитесь составлять дихотомические ключи и использовать дихотомические ключи для определения растений и животных. Дихотомия в переводе с греческого обозначает деление пополам. Запишем новый термин – дихотомический ключ. Таблица для определения растений и животных, состоящая из ступеней, в которых противопоставлены определенные признаки. Следующий термин – «Теза» – описание какого-то признака. «Антитеза» – описание признака противоположного характера. То есть дихотомический ключ имеет две ступени, то есть постоянно делится на две части, построенные на особенностях морфологических признаков изучаемого вида, которые называют «Теза» и «Антитеза». Либо ответ «Да» – это «Теза», либо отрицательный ответ «Нет» – «Антитеза». Определение вида ведется путем постепенных шагов от одной «Тезы» к другой или к «Антитезе». Главное правило – это внимательно прочтение «Тезы» или «Антитезы» и выбор более подходящего варианта. Итак, давайте попробуем. Используя фотографии А и В, определим вид, используя дихотомический ключ. Итак, читаем «Тезу» и «Антитезу» первой ступени и решим, что же больше соответствует. Уши острые, с кисточками на концах. Смотрим внимательно на фотографию. Да, подходит. Значит, переходим к цифре 2. Читаем вторую «Тезу». Цвет шерсти на спине красно-коричневый. Тоже подходит. Переходим к цифре 3. Читаем «Тезу». Длина хвоста 90-100 см. Нет, не подходит. Мы видим на рисунке, изображенный хвост у данного животного укороченный. Читаем «Антитезу» под буквой «Б». Длина хвоста 20-31 см. Да. Переходим к цифре 4. Теза «Форма пятен на теле, мелкодлинные, размытые на спине». Да, подходит. Данный вид «Туркестанская рысь». Если вам необходимо определить растение, необходимо использовать экземпляр, на котором видны все органы. Ребята, в учебнике на странице 45 и 46 приведены примеры определения разных видов семейств отдела «Цветковые». Дихотомический ключ может быть представлен и в виде схемы. Для выполнения задания 2 используем дихотомический ключ в виде схемы. Итак, наша задача определить растение, изображенное на рисунке. Смотрим внимательно. Первым признаком, который указано, это семейство крестоцветное. Семейство крестоцветное определяется по строению венчика. Это 4 лепестка, расположенные друг против друга. И наличие 6 тычинок. Итак, посмотрите на рисунок. Далее, смотрим на первую тезу. Цветки желтые. Нет, не подходит. Значит, смотрим антитезу. Цветки белые. Да, соответственно, мы переходим к циферке 4 сразу. Читаем. Растение серо-зеленое, от покрывающих его волосков. Стручочки овальные, лепестки двунадрезанные. Нет, не подходит. Значит, смотрим антитезу. Растение ярко-зеленое, лепестки цельные. Да, этот признак соответствует. Смотрим далее. Пятое. Стручочки треугольные. Нет. На рисунке мы видим, что стручочки овальные. Итак, читаем антитезу. Стручочки овальные или круглые, широкой каймой по краю. Да, действительно соответствуют. Итак, предоставленные для определения вид, ярутка полевая. Как вы видите, использовать дихотомический ключ достаточно легко, если вы видите изучаемый объект и внимательно читаете признаки. Наша задача с вами научиться составить дихотомический ключ. Для этого нам необходимо выбрать несколько видов растений или животных для работы. Зафиксировать наиболее значимые морфологические признаки. Далее определить тезу и к нему сопоставить антитезу. Не менее трех. В качестве примера, теза, допустим, насекомые имеют крылья, тогда антитеза не имеет крыльев. Или у растений имеют белые цветки, антитеза имеет красные цветки и так далее. На второй или третьей паре тезы или антитезы запишите название вида. Домашние задания. Внимательно прочтите параграф 10. Вспомните новые термины дихотомический ключ, теза, антитеза и выполните задание. Вам необходимо составить дихотомический ключ для определения травяной лягушки и озерной лягушки. Дескриптор. При составлении дихотомического ключа учитывать морфологические признаки данных животных. Ребята, при возникновении вопросов, обратитесь к своему учителю, он вам обязательно поможет. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова